Я же посарел и это ваш Наруто. В общем, шо я могу сказать. Дамы, приглашайте кавалеров. Сегодня мы отправляемся в филерную. Короче, пока молодой кадет со своим малиновым сквадом шагал к Анохе, чтобы предъявить бабе-терапевше за беспределы аниме красавчика. И Рукиш ставил посреди обломков города и вспоминал, как Нарыч к успеху шел. В общем, Нарыча тогда по малолетке травили вообще все жители города за его биполярочку. Он ебанутый. В классе, как правило, он принял на себя роль умственно отсталого и всячески пранковал над класснухой. Ну и знаете, да ему хер, в забор просунет, то жопу покажет, как это обычно бывает, да? И при этом хуи пинал на парах постоянно. Геннадий Николаевич, я нихуя не понял, вот отвечаю. И вот как-то раз на очередной физрей Рукиш заставил малых размножаться. И первым на это дело вылез аниме красавчик, по которому бабенки текли, как старый смеситель уже тогда. И вот он выходит, весь такой на понтах, ветер его прическу раздувает, да? Ну короче, он выполняет эту технику размножения налегке, в то время как Нарыч сделал копию посредственного качества. Я ебать обосрался. И за всем этим делом со стороны следил дед Хокага, который, несмотря на свой пожилой возраст, все равно по старой привычке бегал курить за школу. Ну короче, жмопели мастерские, там вот эти все сюрикены швырял, да? Так, наверное, даже я уверен, ты Рукиш нихуя бы не смог в жизни в своей. В то время как наш молодой раздолбыш чуть старого налоса не подстрелил. В общем, время шло, а Нарыча все так же булили. Причем не только его одноклы, но еще и горожане до сих пор продолжали с ним общаться как с дерьмом. Грозно его обступали толпой и швырялись с него чем только под руку попадется. И вот как-то раз ночью его одноклы гуляли по кладбищу, и Нарыч в костюме повестки распугал их. Ну и Рукиш, когда увидел толпу бегущих в ужасе шкалеров, побежал чекать кладбище и нашел там, собственно, Нарыча. И оказалось, что внутренний пес Нарыча именно вот на это кладбище отправил родителей и руки. Ну, значит, старый схватил нож, да, и тут Нарыч понял, что его даже собственный препод в хуй не ставит, да, и решил, что больше всего хватит с него, на пару он больше не придет. Короче, приперся он там домой, у него там целый японский шведский стол накрыт, даже раки в разных вкусах, чипсоны, ну чисто я хаваю. Ну, значит, утром препод понял, что какую-то хуйню исполнил, да, и пошел к Нарычу домой. А тот почувствовал, что это уже в натуре переборы, как любой уважающий себя проебщик просто съебал через балкон. По дороге Малой встретил своих знакомых, которые попросили его снять клад, тогда, может быть, они не разрешат ему с ними тусоваться. Ну, и Нарыч на эту хуйню повелся. Далее Рукич, значит, ведет пару и узнает от Патлатова, что в школе творится полный беспредел. И полетел скорее спасать Нарыча, который уже вовсю шарился по лесу. Ну, короче, Рукич его догнал и стал его отчитывать, типа, нахуй ты вписываешься во всякий левый движ. Ну, Нарыч просто притворился бабочем, вырубил 40-летнего девственника и съебал. В общем, дальше Нарыч отыскал уже нужный клад, но это была очевидная подстава, и это дело пасли. Нарыч нарвался на бандосов, да, которые уже собирались пустить малого на ремни. Тогда тот притворился бабой, но это на них не сработало, потому что он отнулся на самых настоящих пусси рая. Ну, тогда он побежал дальше и пересекся со своим преподом. Говорит, спаси меня старый от этих баб, они ебанутые. Ну, и Рукич, короче, завалил молодого к себе на спину, потащил его обратно в школу, попутно уклоняясь от бабьих атак. И тут девахи решили просто заспамить своими сюрикенами весь лес, но за наших вовремя ступился одноглазый. Значит, они пытались его поджарить, конечно, но для Седоголова три бабы за один раз, это ну не серьезно даже. Далее Рукич пошел клянчить премию, там, на отбавку к ЗП небольшую, да, за неожиданно выполненную миссию. А в реальном времени его неожиданно вырвали из воспоминаний другие работяги. Тем временем, где-то хер пойми где же, умопили со своей бандой собраться разъебывать коноху. Халатная ОПГ узнала, что пня завалили, а Неферша уволилась, их осталось всего вот троем в итоге. Вот, а Кэп, кстати, только сейчас добежал до конохи, ну, чё, почти вовремя, да? А где тут туалет? Далее, короче, у мужиков проводилось заседание местной Госдумы. Конохцы отчитались перед каким-то нафуфыриным дедом. Короче, выяснилось, что баба терапевша впала в полный ахуй после предыдущей арки, и никто не знает, когда она вернется. Поэтому было принято выбрать нового конохского президента. Короче, хотели сначала поставить Седоголова на позицию Хокагэ, Но тут, короче, дед Афганец, полностью недовольный, вскочил и выступил с предвыборной речью. У вас будет всё. Деньги, тёлки, тачки, админки, хуинки, пулинки. Всё вы можете забрать на этом сервере. Ну, этот нафуфыренный старого выслушал и назначил его новый Хокагэ. А в конохе, тем временем, глядя на то, как Нарыч флиртует с Сакурой во флэшбеке, окунулся сам Седоголовый. Короче, оказалось, что он следил за своими шнырями, собирал они всю инфу ещё до того, как начал им ебать мозги своими экзаменами. Короче, он следил и за тем, как Нарыч заламывал жумапеля, и как он едва не обосрался, светя своей копилкой. Оказывается, у той истории, в которой Нарыч полсерии просрал, было продолжение. Короче, он увидел, что его крошиха Сакура сидела с кислым ебасосом, и решил, что это из-за аниме красавчика, и что нужно кое-кому тоже ебасос-то поправить. Короче, Нарыч размножился, побежал на жумапеля, но это ничего не сработало. Тогда он попытался совратить его своей трансгендерной магией, но аниме красавчик ему ответил. И отправил ему шприц в жопу. Тем временем, в реальном времени, Кановский инспектор Гаджет вовсю использовал свою магию, чтобы хоть как-то по-быстрому отстроить дачи генерала. На стройке Нарыч встретил тех двух типов из арки Промоста, вспомнил ещё одну историю с ними. Короче, Нарыч после арки Промоста проебал студак и попидел за ним обратно, а жумапель решил составить ему компанию. Вот тот малой студак Нарыч и нашёл, и захотел вернуть его, но наткнулся на местное быдло, которое начал его прессовать. Ты получал поебалу когда-нибудь в пол шестого утра? Однако это оказалось только полбеды, потому что малых пасли те самые бандосы из банды олигарх Олигафрена, которые забрали пацанят-заложники и закрыли их в гараже. Нарыч и жумапель наткнулись тем временем на их детские следы и продолжали искать малого. А те, в свою очередь, не стали дожидаться, что их кто-то спасёт, кое-как там вырвались и дали по тапкам с этого гаража, но за ними, естественно, началась погоня. Тогда тот пиздюк сэтбой решил взять всех бандосов на себя, отвёл их куда-то на край скалы, а там ситуация в итоге сложная, внизу пиздец, а впереди пиздак. Ну короче, он в своей маленькой детской ручонке сжал вот эти ключи от квартиры, чтобы кулачок подтвержен был. И развернувшись, прыгнул со скалы, вот он был и вот его не стало. Ну этот парень точно был из тех, кто просто любит жизнь, поэтому он ебурил против течения, вспоминая, как его батя в детстве плавать учил. Давай уёбок тупорылый быстрее блять! Тут его в флэшбеке из мучительного детства прервал целый мост из Нарычи. Короче, Малова спасли. Но тут банда бандосов их вычислила, и тогда Нарыч просто решил задавить их мясом и стройматериалами. Тут уже и сельчане подоспели, и поставить их Делбиков на колени. Вот, а вы для-то те, которые болели Малова, записали видеоизвинения в инстаграме. Когда вы видели, какао у него крыша лютая, и что связываться с ним, или себе дороже. Значит, дальше дед и пиздюк просят ещё одну историю рассказать из жизни Нарычи, уж очень неинтересно. Короче, было у них такое задание по транспортировке какого-то гуся через границу. Вроде задание как задание, да, но Жумапель был недоволен, потому что он великая учиха, должен учиться ебальнички парафинить, а вместо этого занимается, ну, откровенной хуйней. Короче, дошла наша банда до какого-то посёлка городского типа, и видит там какая-то дуэль прямо на центральной улице происходит. Какой-то хрен в белом фраке пытается завалить другого ВННа за какие-то косяки личного характера, и вроде стоял такой грозный, сука, страшный. Виталик, я тебя сейчас ёбну! Но оказалось, что он со своей вилкой-переростком обращаться толком не умеет. Тогда Нарыч решил ему впарить свой инфо-цыганский курс, как стать талантливой ниндзякой. Ну, в общем, впарил он там какую-то дичь, мужик на себя возил бабок каких-то, доёбался до прохожих, рисовал, ну, в общем, за чё заплатил, спрашивается, хуй знает. Вот, и сидят они, короче, вечером на берегу и видят, как тот петух сорвался с цепи. Тогда мужик на поскольку остановил этого бройлера, и все выкупили, что вот на самом деле, этот в белом фраке, он не пальцем деланный. А того чувака он убить не может, потому что жалко. Вот, в общем, на следующий день приперлись местные бандосы, которые перевели вот этого мужика беднягу. И говорят, давай реванш, мы видели, как ты умеешь крошить. И, кроме этого, решили понять бабла, организовав местные ставки на спорт. Ну, короче, мужик в белом того беднягу накинулся, все дела, но тут Нарыч понял, что что-то тут не так, да, и остановил вилочника. И оказалось, что тот мужик в красной повязке вообще не при делах, и ничего незаконного, оказывается, не делал. В общем, все помирились, с талочником въебали и разошлись. Ну, дед Репоголовый все это выслушал и говорит, заебатая история, только где сам Жумапель, почему он не в Канухе? Ну, и Нарыч ему ответил, типа, да нормально все, он просто уехал путешествовать там, да, в Грузию, скоро вернется. Короче, дальше в 182 серии нам показывают песочницу, в которой клоун крашеный сидит и что-то там монтирует у себя в офисе. Я заебался. Тут к нему приперся Казинаки, и вместе они стали вспоминать, как же раньше было охуительно. Короче, когда-то давно у Канахчан была коллаба с песочницей. Значит, приперлись Нарычи, остальные на место встречи ждут, и тут вылезает Фрэшмен. Ну, наши сразу присели на очко, потому что прекрасно помнят, что он психически нестабильный челик. Ну, тот сказал, что он сейчас на транках, так что, в принципе, нормально все. Кроме того, выяснилось, что Фрэшмен, кстати, пришел не один, с ним были еще два каких-то фуфлика. Короче, дальше пацаны обкашли план работы и разошлись, но оказалось, что за молодым Гариком полили какие-то спортики. Ну, короче, не его догнали, а там их целая рава нахуй. Короче, оказалось, что вот эти вот спортики, да, были подосаны местным правительством песочницы, которого хочет ебнуть Гарико, потому что тот слишком имбовый. Ну, Нарычи там, короче, за это хлеборезку одному из них раскрошил на старте, аниме красавчик чисто на подхвате и эффектно прикрывал спину своему братану. Гарика тем временем там скрутили этими деревянными уродцами и стали обливать его водой. Это же просто какая-то крайняя степень жестокости, что происходит? Только они хотели влажного Фрэшмена загасить окончательно, а тут появляется несколько Нарычей. Ну, много их, короче, да? Тут даже те два фуфлика включились, осмелели и попёрлись палками спортиков этих биздей. Ну, и в итоге армию этих недотёк наши отхреначили и заодно пошли вместе раздолбали какой-то приток. В общем, дальше баба-терапевша совсем плохая стала, не факт, что выкарабкается вообще. И тут Нарыч почему-то внезапно вспомнил, как в деревню пришёл Каноха-вирус. И было, короче, тогда приказано всем нинзоидам в срочном порядке вакцинироваться. Но Нарыч был, короче, жёстким антипрививочником, да? И тогда к нему в средней ночи по беспределу вломились санитары, которые пытались накачать молодого спутника. Сакур тем временем валялась в отключке, подключённой к КВЛ, там капельцы всякие, старофлю и ставили. А на Нарыча уже устраивали целые облавы в городе, но безрезультатно. И тогда баба-терапевша объявила жёсткую Канохскую самоизоляцию. В общем, Нарыч по городу ходит, никого нет, пусто. И нарывается в итоге на ещё одного санитара, скручивает его и всё такое. Но он ему всё рассказал, что, мол, принудительная вакцинация, туда-сюда. И пока тот его допрашивал, в дело вмешалась медсестричка. И Нарыч вон, как Жунгуйк оказался под прицелами. Ну, короче, он свалил и выяснилось, что даже его кенты в этом замешаны, ты прикинь. Вот Русанюх пытался Нарыч оформить, например. Встал-то, толстый пиздёк! И рулонщица тоже, но он всех о них зашкерился прямо в областной горбольнице. А если бы точным, то в палате уже Мопеля, который, судя по всему, тоже инфицированный ежик. Но тот Нарычу помогать не стал и просто выпнул его за дверь. Иди нахуй! Ну и там его уже и скрутили. Но в конце выяснилось, как всегда, что это была не корода, а обычная урви. Но на этом охуительные истории не заканчиваются. В 184 серии рулонщица-охранник вспоминали кринжовую ситуацию. Которую пацанам было порочно сходить в местный канавский вайнторг и закупить новое оружие для армии. Значит, припёрлись наше на место, а там чел из телепрограммы охуевшие ручки, пока все дома показывают свои новые изобретения. Так уж получилось, что тестировщиком с этой хуйней был сам Нарыч. Короче, рулонщица на всё это посмотрела и сказала, что вот это вот твоё, оно нам не надо, принеси лучше, нормальное. И дед, короче, принялся ковать их заказ. Наши к нему вернулись, короче, где-то спустя 15 минут. А Старь вот обиделся чё-то, да, что его авторские подделки никто не покупает и съебался. И оказалось, у него было вырыто какое-то секретное очко, через которое он и свалил. Ну, вообще, заходят наши внутрь, а там ловушки, которые, в общем-то, с лёгкостью там решала и проходила рулонщица. Пока пацаны спокойно откисали. Короче, они прошли, нашли дедовскую кладовку и только хотели всё забрать, а вдруг им пришли помешать два каких-то еболыша, которые тоже хотели облутать старого. Ну, в общем, ни Нарыч, ни охранник толком не смогли справиться с этими кадрами. И тогда рулонщицы выдали супер имбовую какую-то пушку огромную, блять. И по итогу она просто в Саламандру показала этим мужчинкам настоящий пуси-пауэр. Короче, в 185-й серии они там, видать, в своей мультипликационной студии красок нанюхались окончательно и решили сделать историю про вот этого петуха-ощипанного. Значит, Нарыч, мутный, зелёный и чел с повязкой когда-то давно получили топ-задание поймать этого нарядного петуха. И тогда они пришли за его головой в лес. Зелёный попал в потасовку с местной фауной, Нарыч и повязочник этот жёстко огребали от петуха лично, а мутный впал в депрессию, потому что его тараканов в этом лесу сожрали. Тем временем, бойфренд повязкина охуел, что их не вместе отправили на задание, а сам повязкин огребал жесточайшие серии ударов от петуха. И с каждым ударом ему в флэшбеках приходило лицо его краша. Я тебя очень сильно люблю. Ну пойми, ну сколько будем прятаться, сколько ты будешь в девках оставаться. Хотя бы разреши мне с тобой несколько раз побыть. Я тебе плохого никогда не причинил и не думайте об этом. Ну короче, наши по итогу нашли в себе силы, чтобы отступить и обкашлить план. Значит, после передышки они вернулись обратно и у наших пацанов начался второй раунд. Как животное, не ведите до себя. В общем, история повторилась. Наши гасили жёстко и даже особенная петушиная булава не помогала повязкину. Ну короче, этот горе ниндзя уже сдался нахуй, опять летал во флэшбеках, во своих вспоминая своего бойфренда. А вдруг он появляется собственной персоной. Говорит, я только спокойки, столько выпил, ща всё покажу. В общем, нарыгал какую-то жижу, какую-то смесь непонятную. И благодаря совместной работе они поймали этого петуха. А остальных зверей прогнали в лес и всё, и конец истории. Вот, значит, дальше Зелёный принёс настойку на японской вишенке для бабы-терапевшей. И вспомнил, как она давно его на ноги поставила после лютого забива с фрешменом. Короче, он там в то время ходил на сеансы ЛФК, превозмогал всячески и к тому же с горя полез в бутылку. Ну короче, нарыж зачем-то взял и выпил последнюю соску Зелёного, даже не спросив разрешения. И короче, пришлось молодому уйти за новую бутылку авторского самогона к Зелёному-старшему. Ну а тот, в свою очередь, послал нарыжа за ингредиентами для этого дела в соседнее село. Ну, значит, нарыж чё-то совсем кукуха отлетел и решил напялить термобельё зелёного на эту серию. Значит, идут они за продуктами, решили зачистить в придорожной шашлычной. И там встретилась какая-то местная криповая бабка-маразматичка, которая сказала, что им в этих местах делать нечего. Но молодые её не послушали и попёрлись с тест нарывать видимочьи травы. И, видать, нанюхались этой травки совсем и словили массовый галюм, в котором к ним пришёл золотой фрешмен и стал нарыжа нещадно пиздить. Тогда тот размножился и всем своим арсеналом приёмов, которые у него есть в запасе, ёбнул этого недогарика. Тут на поле появилась какая-то бабка-хипарша, которая, видимо, этот лунный сахар ложками хавает. И решила выдать малым годовой запас приколов, лишь бы они сюда больше не приходили. В 187 серии нам рассказывали историю, как Хагрид нарыжа тренировал бороться против епноза. А то я тихучих знаю, сам понимаешь, чуть зазеваешься, всё, сразу отдашь им все свои деньги и телефоны. И для практики этого дела Хагрид вызвал нарыжу жабу лёгкого поведения. Присоединяемся к популярнейшему шоу «Все любят гипнозжабу». Которая сразу же отправила молодого в жабе гипноз. Снутри повал там нарыж по полной, да, но выбраться самостоятельно из этого осознанного кошмара он не смог. Тогда нарыж продолжал жёстко тренить и днём, и ночью, просто... До долбанного отказа. И когда у него получилось освоить базу, мужики отправились в какую-то деревню, где нарыжа бы продолжили натаскивать. Но там их на входе какой-то шкет залил перцовкой и послал их нахуй. Тогда Хагрид использовал свой максимальный уровень стелса и пробрался к этому малому в дом. Ты чё удумал, жеробас? Крючет пост рассказал нашим, что их в деревню однажды на колени поставили штрихи, вооружённые палками. Им, конечно, попытался там перечить вот этот доморощенный Бэтмен, но его быстро определили. Ваше место у параши. Ну, короче, шкет напуган и умолял Хагрида и Нарыча свалить, потому что их всех убьют, если что-то пойдёт не так. Но Хагрид эту паникующую вошь вырубил одним ударом по сапатке и решил навести тут порядок самостоятельно. Значит, они с Нарычем притворили, что Хагрида скрутили. Встретились с главным штрихом на базе, но их маскировку обломал этот шкет. Ну, ёпчики, блядь! Ну, короче, штрих чё-то там повозмущался сначала и решил немедленно разъебать всех заложников. Скормиха в какой-то огромной хуйне, которую, судя по всему, он поймал в Покемон Гоу. Значит, Нарыч попиздошил в атаку, орёт, блядь, клубки накатывает свои, а его пиздит постоянно. Хагрид, в свою очередь, спокойно спасал заложников, в то время как Нарыч уже весь отпизженный валяется и кровью харкает. И только тогда Хагрид решил вмешаться в драку. Чё, закибербулили тебя? Ну, этот штрих решил, что нехуй теряться и обоих заправил майонезиком. Шкет тем временем вывел свой народ, спрятал там всех в лесу и решил, что надо бы конокцам помочь. В общем, залил их перцовкой и оказалось, что вот эту тему вообще любой гипноз снимает. Тогда Штрих поехал на своей сочинской ракушке на таран. Хагрид её патлами держал вот так вот из последних сил, да, вот как мог. А Нарыч тем временем раскручивал огромный бронебойный клубок специально для вот таких вот бронированных дуб. Ну, короче, этого хватило. Штрих валялся вырубленный на земле, ну, то есть на воде. Ну, и Нарыч решил добить лежачего. После чего эта деревня стала полностью свободна от Штрихов. Короче, дальше. В серии 189 команда Нарыча получила задание снять отпечаток пальцев какого-то босса кошачьей мафии. Значит, они приперлись к бабке кошатницы, чтобы навести справки за этого катана переростка. Ну, и там, собственно, всё выпалило. И к тому же рассказало, что раньше братья жумопели, когда были малые совсем, постоянно приходили к ней и доёбывались до бедных животных. Значит, старая выдала малым наушники, пропитанные кошачьей мочой, и потом все втроём приперлись к этому кошачьему питомнику. На входе их встретили двое тупых охранников, которые без базара приняли к Анахчан за котов. И стали с ними играться, короче, кошачьими игрушками, в результате чего Нарыч проебал маскировку и в город его не пустили. Значит, Аниме Котавчик и Сакура решили разделиться для поиска кота-босса, а Нарыч пытался пробраться в это поселение нелегально. И пока жумопель силой выбивал информацию, Сакура попала в кошачий бар, где её уже на входе намешали рюмку валерьянки, за счёт этого некастрированного и породистого Сиама в шляпе. А ну, сука, давай свой телефон! И пока они вдвоём хавали пурину про план, этот Сиам рассказал, где искать главаря. Но по дороге встретился кто-то Котагоп, который поначалу уваливал бабёхи нашей. Но та просто облила бедолагу водой. Тем временем, нам не показали, как именно, но Аниме Котавчик прибил всю охрану в особняке и пробрался в личный офис босса, к которому его заипнотизировали, но он, как настоящий жумопель утиха, очень быстро из этой ситуации выкарабкался. Тогда этот Котобосс, похоже на клоун из фильма, но он начал хуячить Котавчика голыми лапами. И может, жумопель бы даже и сдох бы здесь, но к нему на помощь вовремя подоспели братки с Канохи. Короче, дальше Соскан подорвал потолок и завалил Котана. Собственно, вот так вот биометрию с этого ЧСВ Додика и сняли. Короче, дальше Нарч устроился работать вахтовым методом в охранную организацию. Среди этих типов был чел, который даже 9 классов не закончил. Поэтому он и работает с торужем всю свою жизнь. Ну, в общем, мужики до конца смены там что-то разгадывали свои кроссворды, или чем там охранники обычно занимаются. Под вечер вместе хавали и ложились спать. На следующий день всё повторилось. И так, собственно, мужики всё время и проводили. Расставляли ловушки, смотрели в пустое место, разгадывали кроссворды и хавали. Короче, месяц они этой хуйней примерно занимались без происшествий, но тут однажды в их ловушки попали какие-то вражеские нинзоиды. Сука, ну наконец-то движ. Короче, их прораб там, да, главной смены, который решил остаться и задержать тех, кто вторгается на землю кановскую. Остальные побежали докладывать Хокагой всю ситуацию на границе. Но прораб особо не справился, и тогда следующим осталось задерживать врагов ниндзя с лишним весом. В общем, дальше бегут Нарыч и Дед Сторож, и они тоже нарываются на какую-то небольшую засаду. Но Дед Казаном их всех проебурил, потом вот так вот рукой плавненько поделал, и в итоге всех порешал соло. Минус три, ву-ху! Ну как бы они там ни сражались, их тоже в итоге догнали. И тогда уже Дед решил, что теперь он будет всех задерживать, а Нарыч пусть бежит дальше. Ну и тут Дед стал показывать, на что он способен, чему учил второй Хокагой, там третий Дед Хокагой, и вообще все Хокагой, какие только возможно. Но даже несмотря на всю свою мощь, Дед запыхался, и тут его вышла добивать какая-то пацанка. Сырена. Себе нахуй! Значит она все, меч свой уголила, и пошла уже к Деду решительно. А тут его пришел дефать сам Нарыч. Ну она короче подумала, что это изи даблкил, вызвала какого-то огромного дерьмодемона в атаку. Но Дед все отразил, и Бабеха эта свалилась в обморок на ровном месте. Беременная видать в 16. И короче, дальше нас кинули опять в реал, и оказалось, что все вот эти мужики, с которыми Нарыч работал на вахте, до сих пор живы. В 191 серии к ним в Каноху приехала какая-то китайская реплика Дора, и Одноглазый начал вспоминать, как он ее встретил в первый раз. Короче, когда-то давно ОМОНовцы в деревню переволокли всю грязную, избитую, воняет наверняка. И первым делом швырнули ее в красную комнату к лысику. Хабар принес? Короче, она ее обрабатывала, но она ни слова не проронила, и было решено привлечь к работе натурального блондина, который специализируется на черной магии Вуду. Ну он начал там ей мозги трахать, да, вот как он умеет, и узнала, что она там из какой-то мега филерной деревни потерянных ключей, который заведует какой-то Якубович соломенной шляпе, и что в этом как-то замешан Одноглазый. Значит, его немедленно вызвали в кабинет и сказали, типа, иди разбирайся, что за хуйня. Но вместо этого Седоголовый поперся с ней на свидание. И это событие дошло до всех вообще, даже аниме красавчик охуел с увиденного. Ну значит, они там что-то вдвоем ходили, там пиздели, типа, а кем ты работаешь, да, там она кого училась, да, ну вот эти вот все базовые темы. И тут она ему говорит, что он козел старый, уже забыл свою первую школьную любовь, как они по пиздюковке что-то там вместе таскались, развлекались, там туда-сюда. Ну старый тогда расчехлил все свои пикаперские ниндзя техники и просто засосал молодую. При этом достал свой шаринган и начал перед ней вот так вот им размахивать. И все бы было хорошо, наверное, но тут выяснилось, что вот эти вот ключевые ниндзи, спиздили кого-то чела из Канохи и предлагали обмен пленными. Короче, приперли все на место обмены, как только Дивуля Одноглазого перешла по мосту, тот сдетонировал. Значит, девка побежала оттуда по съебам, но Одноглазый сумел загнать ее в угол. Ну и там началось вот это стандартное выяснение отношений. Ты че исполняешь на туре, блять? И оказалось, что все нормально в принципе, да, что даже несмотря на то, что она шпенка из другой деревни, Каноха ей это нахуй не надо. А все, что ей нужно было, это просто сходить на свиданку с Одноглазым, хотя бы в этой филерной арке. Ну, короче, наши глупки разошлись, а дура эта бросила ниндзинг и стала Дорой. Короче, дальше мы возвращаемся в наше время, в котором малы докопались до охранника, чтобы тот им рассказал байку со времен первого сезона. Он говорит, что когда на экзамене получил пиздов от нарочи, он сидел в больничке и откисал, и тут на Каноху напал языкастый с солдатами с песочницы. Значит, охранник там пересекся на улице с рулонщицей и собачником, и они выяснили, что под шумок стесняху спиздили какой-то лысый уебаный его корж с бакенбардами. Короче, пацаны за ними гнались, но попали в грязевую ловушку. И тогда рулонщица решила взять это дело на себя. Значит, дальше собачник и охранник, вычислили, где эти два типа припарковались, но там стесняшка пришла в себя и дала под дыхлый саму. Отъебитесь от меня реально, пацаны. Тут за стесняху вписался собачник, схватил дьявулю под мышку и ускакал. Ну тут их догнали, короче, чуть не вольнули молодых, но это оказалась знаменитая техника наеба, короче, это на самом деле был охранник. Ну короче, еще живой хрен с бакенбардами, начал сражаться с охранником лично, в результате чего тот встрял уже прям серьезно. И только он уже хотел добить бедного ребенка, а вдруг на помощь пришел глава Кановского отдела безопасности лично, и судя по внешнему виду, он ради этой серии бросил свой отпуск. Вывезет, попытался дать пас ёбыча, но глава охраны просто застрелил в спину эту мразь. Да куда ты собрался, дядя, блять? Ну и короче, всех детей спасли. Значит, дальше в 193 серии Нарыч рывается в потолку-потлату мой айтишница, а те стоят и фотки с кем-то японцами разглядывают. Ну Нарыч что-то хватанул одну из фотокарточек и свалил с ней прямиком свое пиздюшество, в котором однажды он нашел какую-то закладку. И на этот раз это действительно похоже на закладку из книжки, а не то, что вы там подумали, да? Короче, он к себе ее принес, квартиру, да? И к нему в эту же ночь пришел какой-то призрак металлиста. Ты эморок, любишь? Ну, что-то они просидели вдвоем вместе до утра и пытались выяснить, кто, собственно говоря, вот он такой. А тот ни хрена не помнит. Ну Нарыч, короче, таскал этого Каспера по всей Канохе и пытался хоть что-то нарыть об этом призраке. А в Госдуме Канохе тем временем опять проходило какое-то собрание, где некий пацан-альтушник пытался что-то объяснить старым дедам. Значит, дальше Нарыч нарвался на Сакру и, как оказалось, она знает вот этого призрака. Короче, выяснилось, что наш призрак на 90 стационаре лежит в Канохской поликлинике прям ща. И что вот это вот все происходит из-за вот этого альтушника, который оказался Канохским шпионом-предателем. Чел, нахуй ты волосы покрасил? Знаешь, на кого ты похож? Короче, после того, как Нарыч ушел из палаты, эта гнида пробралась к призраку и выключила его нахуй, чтобы никто не помешал ему провернуть его вот эти паскудные делишки. Значит, Альтух опять пришел в Госдуму промывать дедам мозги, но тут в зал внезапно влетает Нарыч в образе призрача. Ну, понятное дело, что уже все знают, что тот сдох, поэтому побежали быстрее ловить этого пранкера. Короче, в итоге Нарыч шестанул все седоголовым, и только они хотели уже уломать Альтуха и отправить его на допрос, как искусствов своего агента в крысу вода втихую завалил сам второгодник. И в конце серии мы вернулись обратно в угарные хроники, в которых мы узнаем, что на пизженной фотке был как раз-таки вот этот призрач. Значит, дальше собачник со своим пекинессом устроился хуярить в Яндекс.Еду. А хули поделать, времена нынче тяжелые, все крутятся как могут. Вот и Нарычу тоже пришлось когда-то крутиться на одном из его школьных заданий. Значит, однажды сидели вот наши малые в засаде. Поели какую-то банду работяг, которые спиздили редкую коллекционку фанка поп. Ну, короче, Нарыч накинулся вместе с Жумапелем за этим добром, так уж получилось, что малые пизданулись вдвоем со скалы прямо в реку вместе с этой фигуркой, да? А те работяги как-то нашли сахуру и повязали ее. Пацаны тем временем очнулись и обнаружили, что их склеил один из работяг вместе. Значит, пацаны пытались там порваться, но получалось у них это хуево. Даже долбили этой коллекционной фигуркой толку ноль. И тут Нарычу приспичило пассать. Пойду по писью своей красивой писью. И во время этого дела пацаны отнулись на одного из работяг. Но даже несмотря на физические ограничения, они этого мужика опрокинули. Ну и поперлись с остальными работягами разбираться, чтобы спасти Сакуру. Ну там они, короче, по-всякому крутились, да, вертелись. Короче, использовали свои физические особенности по максимуму, раскидывая бедных мужиков. Вот остался только главный работяга, который пытался пристрелить вот этих пацанов. Но те его вырубили вот этой вот как раз-таки коллекционкой. Значит, дальше Патлатый тоже там вспоминал, как команда курильщиков в полном составе. Вместе с командой Одноглазого выполняли миссию по спасению заложника из лагеря бандосов. Короче, у них там был информатор с погонялым Мартых, который рассказал все нюансы и детали дела. Короче, старшие поперлись работать в соло, узнавать, что и как, а малые остались на улице ждать. Дальше, значит, эти бандосы схватили Мартыха. И тогда малые поняли, что дело дрянь, поперлись его спасать. Оказалось, кстати, что Мгнида тоже та еще. Что он на самом деле на вот этих бандосов работает. Ну, тут малые пришли, еще не знают ничего, говорят, слышь, бандоса, давайте нам этого убогого. И было решено поменять Мартышку на Патлатого. И как только Патлатого швырнули к заложнице, пацаны внизу устроили полный разнос и отхерачили всех бандосов. Значит, заходят внутрь, и это главаря Тупенького тоже оформили. Тут под конец серии появились старшие. Малые у них спрашивают, а вы где были-то, собственно говоря, все время, да? А тебе отвечают, типа, ой, да мы ебали в этом филерном дерьме участвовать. Гоннекс серию лучше глянем, а? И, наконец, заключительная серия этой, вызывающей приятный зуд внизу живота Арки, нам показывают, как банда Жумапеля вовсю хуярит в Каноху. А сам аниме-красавчик вспоминал, как он по пиздюковке тренировался рядом с этим дачным поселком. Там какая-то деваха жила раньше из обеспеченной семьи и развлекалась на лужайке, и чуть не навернулась со скалы один день. Благ, Жумапель оказался рядом и вытащил эту жирную жопу. Чуть позднее, баба-терапевша опять навешала одноглазому приказов, что он вместе с Жумапелем пойдет охотиться на сбежавших зэков. А Нарыч и Сакура будут нянчиться с вот этой королевной. А та стояла, значит, в кабинете врачихи и пальцы гнула, типа, нихуя себе, я тебе, сука, за чё плачу деньги, где мой скорб, где мой аниме-красавчик? Ну и чтобы не было конфликтов, Нарыч просто превратился в Жумапеля. А настоящий соскан тем временем лютовал вместе с Одноглазым на морозе. Да ты не трясись, ёбаный мороз. Короче, они попали в штаб-квартиру сбежавших зэков, оказалось, что там никого нет. Ну, кроме их плана по похищению малолетки, которые они успешно уже проворачивали. В общем, Нарыч и Сакура встряли, и тогда Нарыч создал миллион Жумапелях копий, отхуячил всех обычных зэков, но их пахан так просто не сдавался, и даже после начёсного клубка выжил. Ну, короче, в итоге Сакуру вырубили, малую захватили, а Нарыч потерял внешность аниме-красавчика. Тем временем Одноглазый соскан разделили, чтобы найти эту малую, и первым последу пришёл именно Жумапель. И начал хуяриться за этим паханом Даталова. Но тут оказался крепким настолько, что даже подложенному в карман гранату выдержал, ты прикинь? Тогда аниме-красавчик пытался надышать на него перегаром, но и это эту суку не взяло, пиздец. И тут, короче, этот пахан свою броню уродливую снимает, и оказалось, что он тоже, в принципе, ничё такое. Ну и начал, короче, выдавать Жумапелю по самые сюрюкены. Ты лох, и кенты твои такие же. Ну тогда аниме-красавчик расферепел, нахуй, расчехлил свои легендарные линзы с аниме-шопа. Провёл пахану этому свою коронную Аваду и Кедавру, и после этого очень долго и без жалостно делась бедолаги отбегнули.